Здравствуйте! В эфире телеканала ННТ, информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова. И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Век живи, век помни! 100 тысяч спецконвертов с изображением героя СССР Магомета Танкаева выпустили сегодня, спустя 100 лет, со дня рождения генерал-полковника. Им мало любви и внимания. Это дети, которые нуждаются в постоянной поддержке. Воспитанников детского дома-интерната «Забота» посетил коллектив заправочной станции «Оригинал». Ведущие борцы России и зарубежных стран сошлись на соревнованиях во Владикавказе. Сколько золотых наград у везли домой в Омике из Дагестана, расскажем сегодня в выпуске. Специальный конверт, посвященный 100-летию со дня рождения генерал-полковника Магомета Танкаева, выпущен в почтовое обращение. Торжественная церемония гашения почтового конверта прошла сегодня в Махачкале. К памятной дате был изготовлен специальный штемпель с изображением героя и упоминанием памятной даты – 100-летие со дня его рождения. Всего, в оборот, поступят 100 тысяч таких конвертов. Первый оттиск штемпеля поставили почетные гости мероприятия, среди которых были представители правительства республики, военного комиссариата, общественники и родные Магомета Танкаева. Человек, который внес ощутимую лептуру в жизнь, в восстановление и разрешение Дагестана, человека всесторонне одаренного, удовольствия военачальника, талантового дипломата, патриота Дагестана, России, Советского Союза. Советского Союза, который всегда любил своего рода, его жизнь практически является примером. За свои заслуги Танкаев награжден 40 медалями и орденами. Те, кто успел пообщаться с генерал-полковником, вспоминали его как человека грамотного и мудрого. Сиди военные, военные начальники Дагестана, которые не просто летают, как я говорю, что иногда смотрят, читают, как еще там летают, летающиеся среди военных. Полиция Дагестана разыскивает мужчину, подозреваемого в педофилии. 60-летний житель села Кутешали в Ашинского района Хайрула Алиев объявлен в федеральный розыск. Злоумышленника обвиняют за насильственные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, МВД Республики призывает обратиться по номеру на ваших экранах. Дагестан отстает по программе переселения граждан. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума. Кроме нашей республики в числе аутсайдеров, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Среди причин медленного темпа реализации программы переселения людей из аварийного жилья, премьер отметил финансовые трудности. Однако даже там, где с деньгами все в порядке, проблемы остаются на прежнем уровне, заявил Медведев. В новом году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах. Приложение прекратит деятельность на смартфонах, которые поддерживают устаревшую операционную систему. Компания собирается заниматься разработкой для мобильных платформ, которыми пользуется большинство людей. Таким образом, в 2020 году WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile, на Android 2.3.7 и iPhone с iOS 8. В Дзербенте открыли памятник генерал-лейтенанту, советскому военному и государственному деятелю Гусейну Расулбекову. Бронзовый бюст установлен по инициативе президента Азербайджана при поддержке правительства Дагестана и руководства Дзербента. Благоустроенная и прилегающая к нему территория. Уважаемые друзья, для нас Гусейн Джемчутович Расулбеков – это пример и подражание подрастающих поколений. Вот этот памятник сегодня совместно с городскими властями удалось поставить именно в таком красивом месте, где названа улица. Спасибо вам большое, Шамсудин Муалин, за то, что вы так любите Дагестан. Не проходило ни одного большого знаменательного мероприятия в Дагестане без участия Шамсудин Муалин. Более 37 лет жизни Гусейн Расулбекова дал службе в вооруженных силах СССР, пройдя путь от курсанта до генерал-лейтенанта, от военного инженера до командующего зенитно-ракетными войсками. За заслуги перед Родиной был награжден четырьмя орденами и 14 медалями, в том числе за боевые заслуги, за оборону Одессы и за оборону Кавказа. Дети с ограниченными умственными и физическими возможностями особенно нуждаются в заботе и понимании взрослых. Общественники регулярно проводят благотворительные акции. Вот и на этот раз коллектив Махачкалинской автозаправочной станции «Оригинал» посетил дом-интернат «Забота». Они принесли с собой вкусности и подарки, а самое главное – оказали ребятам моральную поддержку. Хамза Нурмагомедов расскажет подробнее. В этом интернате пребывают более ста детей. Все они без сохранного интеллекта. Большинство из них родители бросили еще в роддоме. В отделении «Милосердие» детишки еще и физически неполноценные. Они не могут самостоятельно передвигаться, а кто-то постоянно лежит или сидит. Им нужен особый уход. Именно их постил коллектив «Оригинала». Я даже не могу сказать, выразить эти словами, когда у нас дети здоровы, у кого-то больнее. Это все от совершенного. Но тем не менее я желаю всем, чтобы у всех были здоровые дети. Дай у вас здоровье, всеми детям, всем. И тем не менее, чтобы мы не забыли больных детей тоже. Чтобы мы часто посещали такие места, сделали добро. Гости принесли с собой фрукты, сладости и памперсы. Но самое главное, они подарили детям любовь и внимание, которого они лишились от своих родных родителей. Гости нас балуют своим вниманием. Сегодня к нам пришли с подарками АЗС «Оригинал». Хочу сказать большое спасибо за то, что у вас было время, а главное – желание прийти к нам. Наши дети, если вы заметили, очень любят гостей, и это внимание дорогого стоит. Несмотря на физические и умственные трудности, эти ребята проходят курс лечения и получают полноценное образование. Помимо постоянного пребывания здесь есть и дневное. То есть родители каждое утро приводят ребенка в интернат, а вечером забирают. В интернате уютно, тепло, а самое главное – чисто. Остается почаще уделять ребятишкам внимание, ведь чужих детей не бывает. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Долгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Ведущие борцы России и зарубежных стран сошлись на соревнованиях во Владикавказе. Там минувшие выходные проходил третий международный турнир «Аланы». Сколько золотых наград уезли домой вольники из Дагестана, узнаем в материале Курбана Рагимова. 25 стран мира, более 200 борцов. На турнире «Аланы» вольники не только подводят итоги уходящего сезона. Здесь формируется состав на весну 2020 года. Результаты соревнований будут учтены при формировании состава сборной России на чемпионат Европы. От того, схватки на коврах более чем захватывающей. Борьбу в Осетии любят так же, как и в Дагестане. Дворец спорта «Манеж» едва вместил всех желающих. Вход был свободным, трибуны заполнились до отказа. Люди стояли даже в проходах. Чем ближе к финалу, тем сильнее накалялись страсти. В отсутствие лидеров тренерский штаб сборной Дагестана рассчитывал в основном на молодежь. Первым о ждании наставников оправдал победитель юниорского первенства мира Ахмед Идрисов. Хасавюртовец проводил лишь второй турнир среди взрослых. Показав зрелую борьбу, ученик Али Исхакова добрался до финала, где уверенно взял верх над призером чемпионатов мира из Монголии Бехбияром Эрденебатом. Напряженными и зрелищными выдались почти все решения. В последующей схватке в дагестанском финале в весе до 61 килограммов исход предрешил дебют, где Рамазан Ферзалиев оторвался от Абазгаджи Магометова и потом уже сумел удержать преимущество. Пожалуй, самая ожидаемая для местной публики стала победа олимпийского чемпиона Саслана Рамонова. Осетинский борец спустя три года спустился в родной вес до 65 килограммов. В схватке за золото он одолел финалиста молодежного первенства мира Курбана Шираева и, похоже, всерьез включился в гонку за попадание на игры в Токио. Самое главное, чтобы наша команда попала на олимпийские игры, потому что они там опять начинают разводить всякую ерунду. И, к сожалению, спортсмены попадают под эти какие-то политические моменты. Помимо Рамонова, своих зрителей порадовали Черемен Валиев, Сосланг Цоев, Хетик Цаболов и Батрас Газаев. Пятибальный бросок последнего и вовсе буквально взорвал весь моножек. Золото в полутяжелом весе, как и ожидалось, увез с собой олимпийский чемпион из США Кайл Снайдер, который, к слову, пообещал своему главному конкуренту на ковряду Рашиду Садулаеву приехать со своей семьей в Дагестан. В страну горы отправились еще две медали высшей пробы турнира «Аланы». Сначала Халил Аминов расстроил публику, выиграв в упорной схватке у Кахабера Хубешты. Этот гул трибун признался потом дагестанец, только придавал ему сил. Я аплодировал, чтобы они не обижались на меня, это спорт, выигрывает сильнейший. Было понятно, что они будут валять против меня, так как я выходил с их земляками, очень хорошими спортсменами, фаворитов это весе, можно сказать. Я как бы готовился неплохо, провел сбор в ЦОПе, подошел хорошо, в хорошей форме, на каждую схватку настраивался максимально. А затем Магомед Курбанов за две секунды до конца встречи сломил сопротивление иранца Мухаммада Ибрахими. Как и в предыдущие годы, организаторы учредили для медалистов солидные призовые. Так чемпионы получили по пять тысяч долларов. Для российских борцов следующим этапом отбора на чемпионат Европы станет Ярыгинский турнир, он пройдет в конце января в Красноярске. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Владикавказ. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова